Доброе утро, страна! Доброе утро, страна! Сентябрь по праву считается месяцем мастеров расчески и ножниц. День бороды, день красоты, день парикмахера отмечают люди, чья работа делает нас красивыми. Определенной даты, когда парикмахеры и барберы отмечают свой профессиональный праздник нет, но большинство из них все же отмечает его 13 сентября. Мужской барбер или бродобрей – профессия очень древняя. Например, еще в древнеегипетской цивилизации использовались бритвы для бритья мужчин, а роль парикмахеров выполняли лекари. Сегодня, чтобы стать барбером, недостаточно просто выучено изусть стильные мужские стрижки волос и бороды. Как правило, барбер сам представляет собой своеобразную икону стиля. Это брутальные мужчины, которые не стесняются носить длинные врычески, зачастую носят длинные и пышные бороды и усы, нередко их руки и тело покрывают татуировки, а сель одежды является очень свободным. Глядя на такого специалиста, клиент сразу понимает, что попал в истинно мужской клуб, в котором из него сделают своего. Мы отправились на работу к известному в городе барберу Азату и узнали, как он пришел в эту профессию и какие тренды сегодня господствуют в мужской моде. Мен шашқай жүрген өте көп уақыт өтті. Примерно 7 жылдай шашқай жүрген. Осы вақытқа дейін өте көп шаш жүлгілері сейл болып бізге келіп жатыр. Осы кезге дейін қайлып жүрген шаштардың ең үздігі, ең көп таралған шаш жүлгісі ол құрып, қазірмен қайып жатқан стрижк. В 2018-2019 жыл аралығында өте көп ке тараған стиль түрі. Арқашанда өзің жұмыс орнында болып, өзің жұмысында жақсы атқаратын болам. Біз үшін Мерам, біздің жұмысымыз көндерікті жастап жүрген. Егер өзің жұмысынғы қат жақсы өретін болсаң, онда сен жұмыс тауығаның әр күнде Мерам болып күліп. Парикмахеры, барберы, стилисты – все они помогают нам чувствовать себя уверенно и с удовольствием смотреть зеркало. За это им спасибо и с праздником вас! Керемет талбыз, ода нәрмен жалғастырамыз, құрметті телекөрермендер. Ерке Бау, мне вот интересно, чем же сегодня порадует нас рубрика «Гурмания»? Бүлмемін, себебі, күліп үрмәне, бізім «Гурмания» айдарында көптеген ерекше дәнді тағымдар дайындылады, мен тұпты оны елесеттейді алмай. Но мне кажется, это будет что-нибудь сладкое. Ал менің өймші бір ашшы бірнасесекілі, бірақ таңғасқа ашшы тамақшы көте зіянгой. Мы гадать можем с тобой до вечера, но одно я знаю точно, это будет что-нибудь вкусненькое. Ендіше келесайдарымыз «Гурмания», қолыңызға қалам қағаз алып бірге тамашалайық. Енді шыңғыл ұдысқа реті бойынша салатымызды салып жейнаймыз. Дәмді үшін бір асқасық түзбен қант лимон шарының қойып араластырамыз. Өзге ұдысқа 120 мл өсімдік майын қойып, дәмді үшімізбен бір жұмыртқа салып блендермен қопсытамыз. Дайын майынды тағамызға салып барлығын араластырамыз. Біздің салатымыз, дайын астарыңыз дәмді болсын. Өзге ұдамыз үшін бір жұмыртқа салып бір жұмыртқа салып өп. Возможно, когда-то я и боялась, но сейчас и вере я вообще не верю. А вообще, с чего же это все пошло? Боятся пятницы 13-й. Давайте посмотрим в следующем сюжете. Давайте попробуем разобраться, откуда пришли суеверия по поводу мистических свойств пятницы 13-го и стоит ли бояться этого дня. Насчет происхождения мистической силы пятницы 13-го существует несколько версий. Наиболее популярное объяснение дает «Тайная вечеря», в которой принимали участие 13 человек – Иисус и его 12 учеников. 13-м был предатель Иуда. Другое объяснение состоит в том, что конквавы-ветьмы всегда состояли из 13 участниц. Протоколы судов не всегда подтверждают это правило, но народ верил в него твердо. Еще пятница провинилась в том, что по преданию Адам и Ева отведали запретный плод и были изгнаны из рая именно в этот день. Есть и другая историческая версия. 700 лет назад прекратило существование самой могущественной и богатой организации в Европе – Орден Тамплиеров. Воинствующие монахи строили дороги, вели войны, финансировали строительство готических соборов. Но в 1307 году они исчезли с исторической арены, так же таинственно, как и появились на ней. В один день – 13 апреля, в пятницу – все они были схвачены, посажены за решетку, а потом сожжены на кострах Инквизиции. Существуют даже люди, которые панически боятся пятниц 13-го. Их фобию называют «парасковедия катриофобия». А для нас пятница – это в любое число на календаре большой праздник, ведь завтра долгожданные выходные. Не сбивайте голову суевериями, а лучше подумайте о том, как проведете грядущий уикенд. Айдана, сен билесін бе, шақарымызда осы таяудағына рухани азық болар, тарихтан тағылым алар бір керемет шарау өтіпті. Очень интересно, какое же это мероприятие, в каком формате оно проходило? Айдана, бұлсаған тосын сей болсын, оны келесі бейнезіктен тамашаласық. Қай халықтың болмасын ұлттық мерее, қашанда асыл қазына ғайналған адамдарынан, олардың ұрпағы үшін атқырған кенбегінен, қалқына деген шексім ұхабатынан, тарихқа қашып қалдырған өш өсенбегінен, артына қалдырған өшпес мұрасынан қуаталын. Ал олардың айын бай төккен терін бағалап керешекте, ұшпес ұзың жалғау ұрпақтың міндеті. Осыны ескерген бір көше бір тарих кітапханалық жұбас аясында, жұбан мұлдаға риф атындағы орталықтандырылған ғылыми әмбебап кітапхана, орал ғаласының орталықтандырылған кітапханалар жүйесі және сұрым аудандық орталықтандырылған кітапханалар жүйесінің емдастырумен орал көненің көзіндей, тарихтын өзіндей, библиок керуені қала тұрғындар үшін қаламы қарымды қаламгерлерін ұлықтау шарасын өткізді. Бұл шара сұрым датулының ескерткішінен бастау алып жазушы Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Қалқаралық Алаш әдебей сұйлығының лауреаты. Мұқадес Исламғали олына арналған тарихпен тамырласып, қалқпен үндіскен ақын, өлкетану, калейдоскопымен жалғасып, Қазақстан халық жазушысы, Қазақстан мемлекеттік сұйлығының егері, парасат орденінің егері, төзсіз тарлан сұйлығының лауреаты, Абыз Ақын туған өлкеміздің асыл перезенті Қадыр Мұрзалейдің шығармашылығына арналған өлен сөздің зергері Қадыр Ақын әдебе сазды алиансымен қордындыланды. Өткенді қайта жандандырып, тарихты сөйлеттер тағылымды шаралар өз жылғасын таба бергей. День обещай бұйт лёгким, интересным, по-краймәрі так обещай өт нашы астрологи. Яйдана дұрс айтасын, күннің бірінші жартысында да, екінші жартысында да бізің құрметті телек өремендерімізді. Овен. Успешный день для обращения в государственные и медицинские учреждения. Решение семейных вопросов. Сохраняется напряжённый период в творческой и профессиональной сфере. Телец. Удачный день в сфере предпринимательской деятельности. Возможны перспективные предложения для развития бизнеса. Вторая половина дня – удачна для обращения к руководству и покупам. Близнецы. Благоприятный день для воплощения своих идей, построения долгосрочных планов и укрепления личных отношений. Успешный период в карьере, сфере бизнеса и здоровья. Рак. Нестабильный день в личной жизни и партнёрских отношениях. Неподходящее время для заключения соглашений и публичных выступлений. Ближе к вечеру возможны конфликты с руководством. Лев. Подходящий день для завершения дела и подведения итогов. Хорошее время для посещения эзотерических и психологических семинаров. Вечером уделите внимание своей внешности. Дева. Нестабильный день в сфере бизнеса. Остерегайтесь неискренних поступков со стороны компаньонов. Возможен неожиданный визит контролирующих органов. Уделите внимание своему здоровью. Весы. Напряжённый день на работе, в творческой деятельности и любви. Возможны спорные ситуации с коллегами, членами семьи и друзьями. Вероятно, ухудшение здоровья и сложности в бизнесе. Скорпион. Благоприятный день для выстраивания отношений с зарубежными партнёрами. Удачное время для посреднической деятельности. Отличный момент для командировок и отдыха за границей. Стрелец. Утром возможны конфликты с детьми. Прекрасный день для романтического свидания или знакомства. Психологически сложный период в отношениях с руководством и подчинённым. Козерог. Неустойчивый день в творческой и профессиональной деятельности. Возможны спорные ситуации с коллегами, детьми и любимым человеком. Сложное время для построения личных отношений. Водолей. Утро подходит для решения профессиональных задач. Начинается аварийно-опасный период. Неудачное время для обращения к начальству по финансовым вопросам. Рыбы. Невнимательность в людных местах может привести к кражам. Неудачное время для проведения коллективных мероприятий. Вторая половина дня удачна для деловых поездок и встреч. Когда украшения становятся неопрятными и невзрачными, становится вопрос. Как чести теребро в домашних условиях, чтобы вернуть ему первозданную красоту? Ал бұл сорақа біздің келесі бейн өзігіміз жауіп беретін болады. Денедегі көмістің қарайуы ел арасында көстеген. Дене мүшелерінің ауыратындығының белгісі саналы. Бірақ көп жағдайда мұнын себебі басқа да. Зергелік бұйымдардың құрамында детте көмістен басқа тағыда қоспалар болады. Дәл солар бірнеше себепке байланысты көмісті тұтықтандырады. Көміс әшекелерінің қарайуының басты себептерінің бірі ауада көкіртті сөтектің болуы адам терлегенде зергелік бұйымдар соланып көптіген заттектердің әсеріне бөленеді. Нәтижесінде күрделі биохимиялық реакса жүріп метал тұтыға бастайды. Денсаулыққа мұнын еш зияны жоқ, ал көміс эстетикалық келбетінен айырлады. Сонмен ғатар денедегі күміс антибиотиктер, дәрумендік комплекстер, сұра аштықсы және тағдавасқа емдік препараттар мен биологиялық белсенді қоспаларды тұтынуудан қарайуы мүмкін. Өткені белсенді компоненттердің бір бөлшегі тергегеніп оның құрамын өзгертеді. Сонмен ғатар күмісті тазалаудың қалғарасында кең тараған түрімен бөлсі бөтей құрметті көрілмен. Ол үшін бізге түс пастасы мен түс жеткісіғана қажет болады. Алдымен түс пастасын түс жеткісінің бетіне белгілі мұлшы де сұғып қалып, күмісіңізді тазалай түсесіз. Болғандан соң жылысу мен жуып жіберіңіз. Өзіңіз қалаған мәттежеге қол жеткізіп, күмісіңіз көздің жауын ал жылтырай түспек. Кеңесіміз кәдейіңізге жарасын. Құрметті көрімендер, бүгін бізде қонақта ерекше мамандық иесі, машины құрастырушы Марат Нукманов. Марат, біздің студия қош келдіңіз. Рақмет. Таңға көңілкейіңіз қалай? Жақсы, өте жақсы, керемет башанғыңызға сәлем. Марат, мы вас приветствуем в нашей студии. Расқажите, пожалуйста, о себе. Мен деген, бұлан сырмауданы, бұлан ауында дүнде үйіргім. Солдан бастап, ғуқу орны бытырп, Солдан жас кейзмден мәшіне айналысу мен келдім. Кшанты кейзмден техникалар жақсы көрдім. Солдан бастап, ғуқу орны бүтірп, өте жаса көрсеттім. Солдан бұл үйіргім. Қазақ елімізден өзің 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 өзің. А вот, какая была ваша первая сборочная машина? Первый раз, он был уаз. Я был уаз. Я был уаз, я был уаз. Я был уаз, я был уаз. Я был уязвим, и я был уязвим. мы на она фото ларим мы на жанне но бурон мащасы бронирование жанна жду на ажалпак жил дым твёртмезгелем зажире бред жалпакты то есть кузов здесь от то есть получился такой очень интересное занятие которое превратилось в вашу работу утекеримет сзайты оттыңыз 5 жасынтан беру осы мен кызам осы мен айналысып келдим дедыңызе катереспесеем 11 жасыңыз дамастабе омры жасыңыз айдап балы кезеңізден бер арманыңыз болған шағар осы өзім машин құрастырам деген ал енді осы өзіңіз құрастырған машинамен ең ұсақ жүрі өткен қашықтық қандай ұлай RICHARD díaырым болып шахаран болдың 500 километр дейм бір өзің өзін таүзібе қалай кақшыштық кезеңін mendе қалай эксперимент қалай көрдің еркі қалайke експеримент шостоしく көрдің жақсы states қалай ал걸ия әнтілу Вы можете собрать автомобиль из разных машин и потом поставить на учет? Возможно, да. Какая большая машина? Какая большая машина? Расскажите, пожалуйста, какие запчасти меняются чаще всего в автомобиле? Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Я знаю, что я знаю, что я знаю, что я знаю. Марат, какие вы планы строите относительно вашей деятельности? Будете ли продавать своих машин? Мне кажется, нашим телезрителям тоже будет интересно, какая же будет цена? Будет ли отличаться от цен на других внедорожников? Расскажите, что у меня меня есть одна из самых разных тренажей. Но я открылась в Финазь. Я учила мне 3,5 миллилона до этого года. Но, если я учила Руссии и Мухармарка, то я 30 миллионов. У вас есть бензин, дизель? Да, да, да. Бензин, да. Бензин, да, да. Бензин в основном, что в основном, с уаза? Да, уаза, уаза. Уаза, уаза. Но у сейчас, когда я уже выберу, то я ищу работу, я принял ради «Казахстана». На это время все будет прессор по адапте. но неấu. Я не знаю, что у меня будет хватит. А вы сами работаете одни или у вас есть команда? А сколько времени потребовалось вам, чтобы собрать такой внедорожник? Бұл енді ай жарын бақыт кетті, бұғанында 2 миллион жарынды қаржы құйдым, баңа өзің оғазды алуына, жаң айтытқанда бұрауның оғазы, бұрауның өріне. Сол ұғытпейт, тересті қалым жаң айтай кетін жағдай. Марат, біздің студия әкелі еңізге көп-көп рахмет. Алдағы уақытта осындай қазақстандық брендпен көлік шығарасыз деген ойдамыз. Ал енді біздің сұхбатымыз өз мәресіне таяп қалып, сұхбатымызды соңында көрерменге таңғы тілейіңіз. Марат, мы вас еще раз благодарим за очень интересную беседу. И мы вам желаем, чтобы все ваши мечты сбывались. Рахмет көп көп. Сіздерге дамына арайылтанға осылай сәтлік, тек алда жүреге 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 бастағында бір табиғатын керемет келбеті көздің жауын алын. То есть можно сказать, что ты любишь осень. А мне интересно, любят ли осень это время года наши уральцы? Я не люблю осень, потому что осенью очень холодно, мерзкая погода, падают листья, ветер, грязь и все такое. Я больше люблю лето. Осень я люблю, здравствуйте. Во-первых, потому что у меня отпуск в основном осенью. И осенью, как некоторым не нравится, что плохая погода, мне под мои интересы осень подходит самому хорошо. Осенью можно ездить в лес, собирать грибы, ездить на рыбалку, отдыхать с семьей на природе. Лето немножко жарко и комары, а осенью ничего этого нет. Я люблю осень, но только определенные ее части, например, бабье лето. Да, бабье лето, то есть когда тепло. А все остальные моменты грязь, лякоть мне не очень нравятся, ну потому что это неудобно, да и настроение немного падает в такие периоды. А сейчас, сейчас, ну красиво, не без этого, а золото, скажем так, вокруг. Приятно смотреть. Честно сказать, осень мне не так уж и нравится своей погодой, холодной, дождями. По мне лучшее лето, жаркая, яркая погода. Дорогие друзья, если вы хотите поздравить своих родных и близких с днем рождения или же просто передать теплые слова жителям нашего города, то звоните по номеру 933-433 или же обращайтесь по адресу Петровского, 103. Я хорминатый телегуримедер, уездерингезын жақындарыңызды, достарыңызды, туыстарыңызды, куттықтап, бір куант койуа, умыттаныңыздар. Усымен араилы тангбагдарламасына берліген оқты уез мәресіне жетті, атқан тангдарыңыз шуақты болсын. Увидимся в эфире уже в понедельник, но вы не переключайтесь, впереди вас ждет музыкальная открытка. Музыка